13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Упшина, приветствую слушателей и приветствую гостей нашей студии. Координатор движения «Делай дороги» и член рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог Виталий Абрамов. Виталий, добрый день. Добрый день. Ну, Виталий занимается не только дорожной темой, темой ЖКХ Виталий занимается тоже, и темой благоустройства, и много-много-много чего еще. Поэтому мы будем говорить о многих вещах сегодня в ходе нашего эфира. Я напоминаю нашим слушателям, что на сайте эхокирова.ру в форме анонсов есть возможность задавать вопросы Виталию. Пожалуйста, задавайте, мы следим. Виталий, ну, с чего начнем? Благоустройство, дороги... Предлагайте. А, предлагайте. Ну, хорошо, давайте начинать с публикации. На вашем сайте бром.ру делим дорожный миллиард. Публикация 14 февраля. Ну, не секрет ни для кого, да, что Кировская область продолжает участвовать в программе «Безопасные и качественные дороги». И в этом году на ремонт Кировской городской агломерации, то есть, напомню, это Киров, Слободской и Чепецк, выделено почти полтора миллиарда рублей. Вот. И вы в вашей публикации пишите, что по некой инсайдерской информации, если я верно понимаю, есть опасность, что в процессе разыгрывания этой суммы, да, будет два крупных лота. Один 800 тысяч... А, простите, 800 миллионов, и второй 400 миллионов рублей. Да, откуда эта информация, может быть, поменялась что-то за неделю? Пока что ничего не изменилось, но ждем. Аукционы должны, в принципе, на этой неделе появиться на сайте госзакупок. Объявления. Объявления о проведении акционов. Контракты, соответственно, тоже должны быть выложены. Посмотрим, мы увидим. В конце прошлого года еще была информация, что хотели разбить напополам. Виталий, а закон допускает, то есть вы сейчас сказали про малый бизнес, мы же знаем, да, что есть позиции государства привлекать к подобным работам, вообще участию в госзакупках, в том числе малой компании. В принципе, по заручетным хозяйствам должны быть выделены отдельные маленькие лоты для МСП малого средства. Предпринимательство, они будут вшиты в эти большие лоты, то есть уже генподрядчик выделит непосредственно для малого предпринимательства. Но в целом, если вам говорить про развитие конкурентной среды, про вообще развитие всей этой системы предпринимательства, в том числе, развитие качества, развитие работы заказчика, то с таким укроплением, конечно, никуда это не пойдет. Добрые ворота. Почему? Потому что чем больше лот, тем меньше шансов заявиться у кого-либо из подрядчиков на этот лот, на этот сон, потому что и размер обеспечения контракта. То есть если он будет по минимальной планке, как он устанавливался, там 10% от суммы, то есть от 800 вынь до полос, там 80 миллионов, заморозь их на полугода как минимум. Не все себе могут это позволять. Да, второе, сам объем работы, то есть мы понимаем, что объем работы предоставить довольно большой. То есть почти миллиард освоить, грубо говоря, на миллиард таких работ довольно большими нужно обладать возможностями, как техническими, так и всеми ресурсами остальными. Чем это грозит нам? Тем, что люди могут просто не успеть. Люди, та компания, которая может потенциально выиграть этот контракт, еще не объявленный, может не успеть сделать все, на что заявлялось. Да почему? Нет, просто посмотрим на опыт прошлого года. То есть тоже такой яркий был случай, на который можно просмотреть и переложить на этот год. То есть что нам грозит? Было тоже два больших лота. Один 420 миллионов, 426, второй 391, по-моему. Но не 800. Да, ну там вот так. Собственно говоря, на одном лоте, который был 426, была конкурентная среда тем, что люди заявились туда. То есть было падение на торгах на 18%, на 75 миллионов рублей, которые позволили увеличить общую площадь ремонта. То есть последние деньги пошли на новые участки. Победил тогда вот в этом лоте, где было падение, гордоромострой, и в целом, который обеспечивал довольно неплохое качество ремонта. Напомню, на какие участки? Там много было, то есть обеспект строителей, ну очень много поучастков. И второй лот, 390 миллионов рублей, где не было падения в принципе практически никакого, где заявилось лишь две компании, одна московская, вторая там тоже полумосковская. Говорят, чуть ли не с 1 и 5 плюсом. Но тем не менее, мы не увидели ни падения, ни качества. Вот еще вопрос. То есть, как многие говорят, а что вы нам хотите сказать, что вот если мы разобьем, допустим, на маленькие контракты, это же позволит каким-то непорядочным подрядчикам заявиться и плохо сделать ремонт. Я говорю, слушайте, ну вот пример, большой лот, какой-то московский, крупный, вроде как подрядчик, да, сделан все настолько плохо. Но мы не называем эту организацию, мы ведь можем ее назвать агентством. Компания АРП, агентство, какое-то там развитие, перспектив, в общем ужас. Что-то такое, да. Они в итоге зашли, отдали все на субподряды в областном 5 автодор. Ольга Куземская подсчитала тогда в одном из своих подпубликаций, Ольга Викторовна, благо уже ее нет в Кировской области, подсчитала тогда в одном из своих ответов на депутатский запрос, что если бы ответов тогда заявлялся, то была бы экономия достигнута порядка, еще плюсом, там, 120, по-моему, 137 миллионов. То есть, это конкуренция дает. Снижение цены и, в принципе, увеличение качества, потому что у людей появляется мотивация работать лучше. Когда у нас укропнение, мы прямо сейчас понимаем, что укропнение происходит под кого-то всегда. Вот всю жизнь, по опыту госзакупок, всего времени, всего мира, наверное, да. В данности, в частности, в нашей стране, любое укропнение такого рода происходит под какого-то конкретного подвечения. Кто это будет сейчас, посмотрим. И что выложить, да. То есть, у нас уже готово заявление ФАС, рыба заявления. А, то есть, вам осталось только название компании? Название компании, аукционов, если будет такая история, конечно, мы обожаем в этой ситуации. Потому что, вот есть, мы же понимаем, что, но есть законодательства. Наши страны, закон о закупках, о защите конкуренции. Как раз такие вещи, они, в принципе, напрямую нарушают. Это ограничивает возможность участия. И соперничество, и все прочее. Президент, президент про это говорит. В указе в декабре о развитии предпринимательства, конкуренции, и все прочее. Поэтому, давайте просто слушать. Владимир Владимирович. Ну, конечно. Виталий, все-таки, вот, перспективы заявления ФАС, которые, рыба которого уже готова, они каковы? То есть, вы же и в прошлом году протестовали, насколько я помню. Не, мы не стали протестовать в прошлом году по поводу именно разбивки, потому что вышло, да, но в этом году, я думаю, что... Если все будет так, как указано, да. То есть, у нас, мы понимаем, что возможное деление в общей массе, это территориально. То есть, как можно там разбить вот эти много-много-много участков, которые разбросаны по всему городу на такие большие лоты, это нерационально. Ну, если это рационально, то пусть те люди, кто это возможно, выставили, мы, конечно, не знаем, да, то есть, предрешено предположение, пусть нам докажут, что это правильно. Законодательство и мнение, и экспертное сообщество, и судов самых высших, и президента, и здравого разума говорит об обратном. Так, на этой неделе мы ждем выложенного задания, да? Должно оно. Должно появиться. Будем смотреть, что получится. Ну, Виталий, раз уж мы заговорили про ту компанию, которая в прошлом году нас подвела, давайте напомним тогда, с каким участком она максимально подвела кировчан. Ну, и что с ним вообще будет теперь? Тот самый участок, русская. Так, дороги. Ну, что, очень плохо все сделано, даже до того дошло, что господин Менькин, даже он не смог принять полностью участков, и этот участок, и 5 километров верхнего слоя не принял в итоге. 5 сантиметров. 5 километров. 5 километров. Я поняла. За него недоплачена какая-то сумма, порядка 13-15 миллионов рублей. Компания возвращается весной к нам? А, здесь вопрос. Так, а как это выяснить его можно? Так вот, увидим, придет весна к нему, ну... А вы вопросы задавали? К кому? Как кому? У нас новый директор дирекции дорожного хозяйства есть. Кстати, мы его еще не видели. Еще не познакомились. Да, скоро познакомились, надеюсь. Нет, здесь вопрос в другом. То есть, безусловно, ну, что он может сказать? Да, будем работать с этим подрядчиком, претензии и все прочее. Это все оформлено. Что заставляет нам переделать? Ну, закончили подрядчик и все заезжать. Зачем вот? Виталий, а если подрядчик как раз окажется в числе участников конкурса на этот год? Он может вообще оказаться? Так как-то никто не запрещает. Несмотря на количество претензий и то, что не справился с работой. Какие претензии? Все хорошо. Все хорошо. Понятно. В целом, еще вопрос у меня по дорогам будет по поводу выбора участков. Мы уже обсуждали эту тему. Насколько я понимаю, далеко не все участки, которые заявлялись, так скажем, как потенциальные участки для ремонта, из-за которых люди голосовали в том числе на сайте администрации и на сайте ОНФ, да, за, по-моему, проект у них называется «Карта убитых дорог». Как-то так она называется, нет? Далеко не все участки попали в число тех, которые будут ремонтироваться. Вот тут большой у меня вопрос по поводу того, профанация все-таки, вот все эти конкурсы, там, карты и прочее, или это такой, ну, не знаю, там, все-таки инструмент вовлечения людей? Ну, слушайте, все же стоит отменять, что, ну, довольно большое количество участков, за которые люди проголосовали, они попали. То есть процентов 70, по-моему, или 60? Да, то есть мы, вот, мы посмотрели этот список, который размещался уже, и увидели, что улица Черепский цифр, Стаганская, Торфяная, Пристанская, улица Крупской, за каждый из них было более 300 голосов, а улица Крупская вообще более 1000 голосов было, то есть они не попали. По какой причине, второй вопрос, ну, может быть, там необходим капитальный ремонт, да? Но, тем не менее, я думаю, вполне возможно сделать ремонт, потому что, вспомнить прошлый год улицу Гуганск, вот там маленький отрезок, да, вот полукилометра, ну, там дороги фактически вообще не было. Я думаю, что если будет конкуренция на торгах, то вот эти, как раз, участки первые на очереди, я думаю, чтобы сделать насэкономленные деньги. То есть если мы выгадаем какую-то сумму, да, во время розыгрыша лотов. Виталий Брам, координатор движения «Делай дороги», член рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог в нашей студии. Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся. Виталий Брам, координатор движения «Делай дороги» в нашей студии. Виталий, хотелось с темой дорог закончить, но не получится. На нашем сайте есть вопрос от слушательницы Екатерины, которая спрашивает у тебя все-таки, все-таки, есть ли информация, почему не вошла в список дорог улицы Стахановской. Она была лидером, как ты говорил, да, в администрации ничего не отвечают и советуют активно голосовать в 2018 году. Нет, у нас тоже нет ответа. Мы спрашивали, ответа нет. То есть они не обязаны объяснить? Ну да. Они... Одни администрации, дирекции дорожного хозяйства не обязаны отвечать? Ну что, они вот решили, у них есть ограниченная сумма. Там, миллиард, 187 миллионов рублей. У них есть... Миллиард-двести. Миллиард-двести. У них есть там максимальная, основная стоимость ремонта Минтранса. 1247 рублей с выродной метр. У них есть общее количество дорог, которые не соответствуют нормативам. Ну, они каким-то образом это выбрали. Где-то что-то, да, они увидели. Но вот, видимо, не заметили. Я тебе говорю, да, что голосование вот вызывает вопросы, потому что улицы, за которые выдано больше всего голосов, многие, некоторые из них не попали. Честно говоря. И тогда непонятно вообще, зачем снова ходить голосовать. Ну, вот вас теперь будут звать на выборы голосовать, а вы проголосовали за следующий участок. А мы и правда, брат, и сейчас поговорим. Да, Екатерина, да, это была первая часть вопроса. Екатерина также спрашивает по поводу печного топлива. Такое ощущение, что его вместо автобусов сейчас заливают в КамАЗы от САХ, да, спецавтохозяйства, которые оставляют после себя едкий дым. То есть имеются в виду машины, которые город убирают, я так понимаю. Ну, во-первых, не вместо автобуса, а одновременно и в автобусы просто не муниципальные. Там же лишь половина автобусов это муниципальные, это пешные, да, а остальные половины частные. Большую часть, которые работают на соподряде, как раз на самых ужасных базиках, которые не ремонтируются, возможным образом, не заправляются терпением, они работают на соподряде, на каких-то условиях. Они продолжают, как мы видим, заправляться вот этим странным, так скажем, топливом, которым невозможно, не ездить, не дышать. Так, 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 так. Но тема-то давно ведь выплыла уже? Тема давно выплыла, давно прошли обыски. Разве это разрешено? Давно прошли обыски на АТП. Зам. директора, по-моему, до сих пор под домашним арестом, но, как бы, директор продолжает занимать свое место. Удивительно, неправда ли, да? Давно, конечно, это нельзя, но проконтролировать их, насколько я понимаю, ни ГИБДД, ни какие-то там экологические надзоры, постоянные контроли называть не можно. Ну, допустим, поради примера, в котором мне там очень интересно, приезжаю с проверкой на предприятие, где следует автобусы, либо ВТП, либо кто-то еще. Проверяю всех там выезжающих. Контроль уехал, эти все пазики поехали, но они просто немножко подтормозили, немножко подождали, подождали, пока выедут. Усиливать контроль, конечно, надо, и усиливать штраф. То есть сейчас штраф 500 рублей. Господи, Боже мой, ну, проще, дешевле, выгоднее заправить печное топливо, заправить штраф 500 рублей и ездить дальше. То есть это окупится буквально за первые, наверное, полчаса, час. Ну, не знаю, ответили ли мы Екатерине на ее вопрос. Ну, почему? Не очень радужные перспективы. Ну, потому что отсутствие контроля. Нет, ну, она не утверждает, она предполагает. Ну, допустим, да. Мы не можем утверждать. Мы не можем утверждать, но вот четко я вижу, что эти же пазики, они катаются, продолжают на этом топливе. Ну, судя по выхлопу, конечно, может, там масса других проблем в топливной системе, там, настроенных дизелем. Ну, старые же они, да. Пазики старые. Да, здесь вопрос-то в чем? На самом деле, действие вот этих контракта на маршруты, который уже несколько лет как разыгран. Два на предприятия, крупные, это АТП и АТХ, его взяло, в полном варианте на свои отслуживания эти маршруты и закончится в 2019 году. То есть, еще год подождать до этой разбивки. Но сейчас мы видим, что есть, допустим, АТП муниципальные. К ней больше всего вопросов, да, то есть, и к их супподрядчикам. Мне точно известно, что главные виновники этих вылопов, они очень близки к руководству АТП. Это именно те предприятия, которые очень близки. Ну, потому что, сами понимаем, почему они все. Можем просто расторгнуть с ними контракт и заключить по новой вот с этими супподрядчиками. Это можно сделать АТП в любой момент. За две недели все расторгается, заключается по новой. Можем с теми, кто показывает какое-то там качество. Уже с теми, кто ездит на хорошем топе? Ну, мы знаем прецеденты, когда там частные перевозчики довольно неплохо умудряются ездить и переводить свои автобусы на газово-моторное топливо, имея при этом не самые выгодные маршруты, мягко говоря. Потому что самые выгодные они либо у АТП муниципального, а еще там выгоднее как раз у этих там близких перевозчиков. Виталий, я правильно понимаю, что заставить каким-то образом и там замерить выхлопы и прочее, вот это нереально? Ну почему? Все реально. Просто нужно, чтобы этим кто-то занимался постоянно в таком случае. То есть мы имеем службу контроля надзора. Я так понимаю, что они не могут себе позволить 20-30 суток бегать за каждым пазиком. 12-30 суток бегать за каждым пазиком. Видимо, не могут. А если бы и могли, то еще раз говорю, то штраф по капу идет в 500 рублей. То есть вопрос к законодателям раз. Давайте увеличивать штраф, за такие нарушения. Ну пусть он будет не 500 рублей, а 50 тысяч рублей. Туда бы возникли вопрос, стоит ли вообще заправлять посланник невыгодно. Ну да, тем более, что и пазик тоже гробится, хоть и старый, да? Ну, вопрос-то, конечно, к пазику. Если он себя окупает на многих условиях довольно быстро и покупается такой же старый, но и ездящий пазик, да? Либо какие-то там меняются за обчасти. Виталий Брам, член рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог, координатор движения «Делай дороги» в нашей студии. Мы продолжаем, но сейчас не про дороги будет вопрос, но про выборы. Итак, собственно говоря, выбрали 93 участка для рейтингового голосования по программе, еще одной программе, как я понимаю, федеральной, формирование комфортной городской среды. Речь идет об общественных пространствах. И вот, значит, эти 93 территории общественных, в числе которых и скверы, и какие-то там парки, зеленые зоны, и даже тротуары. Из этих 93 территорий мы должны будем выбрать ограниченное количество участков, на которые хватит денег, поступивших в рамках федеральной программы. И происходить эти выборы будут одновременно с выборами президента 18 марта. 122 участка будут в Кирове работать и голосовать. Можно будет аж с 14 лет. Ну, понятно, с паспортом, да? Во-первых, вопрос. Во-первых, вопрос. А совместили зачем? Ну, понятно, да, вот есть то, что на поверхности для экономии государственных средств. Конечно, а как же. Не для повышения же явки. Ну, что, мы же не можем только думать, все и так придут, примолосуют. Да, да. Народ у нас активный. Очень активный. Верит. Верит в старший. Все хорошо? Так. Продолжай. Ну, то есть, ты не допускаешь, что здесь какая-то такая вот хитрая какая-то была схема. Какие были хитрости? Люди благое дело совершают, дают людям право выбора хотя бы участков. Хотя бы участков. Ну, на нем был такой интересный комментарий, если вы свою управящую компанию выбрать, можете к президенту доверить выбрать. Где был комментарий? Ну, на одном их там порталах информационных. В пабликах в каких-то сетях. Понятно. Я слышал обсуждение как раз выбора правящей компании, проблемы, как вы можете доверить правящей компании, президента выбрать, если вы даже правящей компании выбрать себе не можете. Ну, что могу сказать? То есть, реддит маловато. Ну, какие, что такое там не острые участки? Это включают тротуары, я просто впервые слушаю об этом. Ну, насколько я понимаю, да, потому что говорится о том, что бюллетень будет разделен на три части. Ну, нет денег на все тротуары сразу же. Мы же понимаем, что программа до 22-го года будет работать. Да, вот эта программа безопасная качественная среда, да? Комфортная. Комфортная, да, комфортная. Ну, качественная, комфортная. Вообще, странная программа. Почему? Больше трети, почти половина идет на дворы, частную территорию. Какого черта мы платим за частную территорию? При всем уважении, но мы никогда ни в одной программе, у нас, судя по той программе по тем финансам, которые в нее вливаются ежегодно, мы никогда не сможем отремонтировать все дворы. То есть, какие-то дворы лучше, какие-то хуже. Ну, кто это оценивает? И почему? То есть, кто-то лезет в частную территорию. То есть, люди, если хотят жить в плохом, на плохой территории, они там будут жить на плохой территории. Если хотят жить на хорошей территории, они скинутся там деньгами и сделают себе нормальный ремонт двора. А вот эти деньги федеральные, то есть, общие, бюджетные, мы должны потратить на тротуары, на общие территории и на общественное пространство. Это как бы логично. То есть, кто, почему, кто-то где-то, в какие-то дворы, как они выбираются, кем они выбираются, кто там как участвует. Ну, глупости какие-то. Виталий, ну, вот эти 93 территории, это как раз общественные пространства и тротуары. То есть, там был разделен прием заявок как раз на две части, то есть, одна по дворам и одна по общественным пространствам, которые включены и тротуары. Ну да, просто еще раз, виновую долю занимают там дворы, которые в эти деньги было бы замечательно пустить в честную территорию. Я против ремонта дворов за бюджетный счет, безусловно, потому что дворы это частная собственность, потому что, вот твой двор не отремонтируют, а двор там Петя отремонтируют. Почему? Будет обидно. Ну не то, что обидно, это глупость какая-то, нерациональная. Мы же понимаем, при этом, при всем, мы имеем абсолютно разрушенные тротуары в этом городе, абсолютно разрушенные общественные пространства в этом городе, даже недавно ремонтированные, какие-то странные выглядят. Хорошо, Виталий, ну вот 93 территории, это не означает, что 93 будут отремонтированы еще раз, да? Конечно, из них выберут самые популярные, на которые, да нет, может быть побольше. Нет, я вот сейчас смотрю скверы, конечно, ну в прошлом году было сколько скверов отремонтировали? О, я честно говоря, не припомню, не очень много. В Парке Победы что-то делали? В Парке Победы что-то делали, да, еще где-то немножко делали. Кроме того, чтобы украли парк, это сделать на отталок. Так, Виталий, мы эту тему не будем поднимать. Что-то еще там делали, буквально, ну вот столько же территории отремонтировали. Выберут немного? Выберут эти участки, на участках выбирательных, не выберут, не хватает. Виталий, как ты думаешь, ну вот здесь все будет прозрачно, то есть те территории, которые наберут значительное количество голосов, они будут выбраны? Да какая разница? А, ну вот так. Да кому какая разница? Ну то есть, слушайте, территорий неблагорожных очень много. Ну, вот мы имели опыт, допустим, прошлого года, позапрошлого года, по онлайн-голосованию, то мешает все тут усложнять, там, все прочее. Сделать такое же онлайн-голосование. Тогда, если, про эту тему, есть там использование этих выбора территории для какой-то там повышения явки на выбор, возможное повышение. Ну, если кто-то хочет использовать эти... Ну, онлайн-голосование, видишь, могут ведь накрутить. Вдруг человек будет голосовать за один. Действительно. Бегать к своим знакомым и везде голосовать за один и тот же сквер, понимаешь, чтобы с разных IP. Да даже проще можно сделать. Можно. Можно. Виталий, хорошо. Но денег маловато. Хорошо. Все очень круто, все хорошо. Еще один вопрос. Вот на старте вообще выбора вот этих вот территорий в целом кировчане направили, это просто в подтверждение твих слов, 37 141 предложение по благоустройству общественных пространств. С такими темпами мы когда все благоустроим? Через сколько лет? Никогда. Никогда. Ну, нет, мы благоустроим, когда изменится парадигма, видимо, вообще, жизни нашей общества. Не какой-то власти амортия, а общества всего. Когда людей знают важное, то есть, чтобы их пар, это дом, и тротуар, да двор, это важный аспект их жизни, в которой они живут. Они не просто закрывают двери за собой дома и там как будто ничего нет, апокалипсис произошел, вы же как будто... А я в домике. А я в домике. А когда это произойдет, там изменение вот этого сознания, тогда и выборы будут честные, прекрасные, конкурентные, тогда и пространства будут общественно развиваться, зарплата будет повышаться и так далее. Вот с этого все. Пока люди закрываются от всего окружающего мира у себя в маленьком домике, никаких изменений ждать вообще не стоит. Ну, вообще никакого. Где-то нелогично. Виталий Брам... Такого не бывает в мире. Посмотрите на мир, такого просто не бывает. Виталий, мы должны прерваться, у нас рекламная пауза две минуты и вернемся в студии. Виталий Брам, координатор движения «Делай дороги» и член рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог в нашей студии, но в перерыве продолжаем. Длинные благи. Да, длинно, ну ладно. Человек. Больше не буду. В перерыве продолжаем обсуждать, да, в том числе городские темы. Виталий, все-таки я бы хотела еще немножко тему с благоустройством общественных территорий добить. Вот в какой связи общественный народный фронт, насколько я понимаю, инициирует такую штуку, как открытый конкурс по созданию элементов благоустройства территорий. То есть говорится, что все вот эти вот программы по благоустройству, да, понятно, они разыгрываются, потом проходит непродолжительное время, начинается, значит, работа, вот, все выбирают типовые какие-то проекты, желтые лавочки и прочее, и прочее, и прочее. Все это некрасиво выглядит как-то, ну, мягко говоря, не знаю, не совсем, может быть, оригинально нарядно и прочее. Вот давайте мы подключим к этому делу дизайнеров, общественников, кого угодно, студентов. Давайте посмотрим, что творится. в нашей стране есть территория, опережающая развитие. Говорю про Москву. Вот там, кого там получают, каких там общественников? Ну, в Москве есть деньги на дизайнеров. Ну, так, а без денег-то ничего не будет продукта хорошего. Ну, как бы мы ни хотели, но на чистом, единичном, там, порывах каких-то альтруизма мы продукта хорошей в итоге-то не получим. Мы можем в соответствии с большой работой по разработке общей концепции, там, стратегии, проекта, там, развития территории, улиц, ну, 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 чего угодно, пространства, мы можем сделать какой-то опрос, там, используя, там, мнение экспертного сообщества и жителей и все прочее. Это, конечно, да, но должна быть организация какая-то, желательно, компетентная организация, которая разработает этот проект. Ну, в общем, мы все-таки... То, что делается в Москве, это нормальный путь, к которому пришел весь мир, вот так все работают, именно так, именно поэтому получается на выходе продукт качественный. Ну, в общем, общественность, подключение общественности не исключено, но итоговый вариант все-таки оформлять и выбирать должны специалисты. В том числе и вот эти дороги, которые мы говорим, выбор, мы выбрали дороги, господи, у нас, ну, огромное количество дорог, которые нуждаются в ремонте. На все денег не хватит. Естественно, выбирать должны специалисты по тем четким алгоритмам, то есть, где трафик выше, где значимость выше. Потому что на все денег не хватит, какие-то дороги оставаться без ремонта. Поэтому там только полагаться на общественное голосование не стоит, на самом деле. Ну, не стоит, на самом деле. Просто никто не хочет ничего делать, поэтому здесь это единственный вариант, как-то объективно более-менее оценить, то есть, что нужно в ремонте. Потому что никто не хочет оценивать правильно. Делать правильно, никто... А, хорошо, ты знаешь. Никто не хочет. Никто не хочет. Никто не хочет делать правильно. Вот и все. Ладно, еще одна тема у нас. Всегда есть оговорки. Еще одна тема у нас. Я прошу прощения, да, очень мало времени. Четыре минуты остается. Тема связана с управляющими компаниями. Предложил обсудить ее ты. Сюжет наших коллег. Девятка, улица Волково, дом 3, корпус 1. История следующая. Люди неожиданно для себя узнали, что сменили управляющую компанию. Управляющую компанию Ленинского района на управляющую компанию Вятку Ют. Когда пришли платежки. Да, вторые, двойные. Человек, который якобы инициировал эти изменения, на самом деле в тот момент лежал в больнице, реабилитировался после инсульта, то есть явно не мог бегать с документами по соседям и собирать подписи. Вот это вот что? Ну понятно, сейчас будет долгое разбирательство, скорее всего, может быть, признает протокол собрания недействительным. Люди останутся в прежней управляющей компании, управляющей компании Ленинского района, который ты очень любишь. Очень люблю. Прекрасная компания. В кавычках. Так. Ну, тогда радоваться мы должны, что люди ушли. Нет, смотрите, то есть здесь имеет место, на мой взгляд, уголовное преступление. Подделка официального документа, подделка подписи. То есть какие-то люди захотели заработать денег, захотели отжать дом. В данном случае слово отжать наиболее объективно описывает ситуацию, потому что просто взяли, подделали протокол. Дом не один такой. Соседний дом вообще был на себя там какой-то мальчик 11 лет. И это лишь два дома, которые известны. Я знаю еще про третий дом по такой же схеме. То есть просто нарисовали этот протокол. Люди ходили в ГЖИ управляющую компанию. Дайте нам, покажите, где подписи. Наши. Наши в том числе. Мы не подписывались, может, у нас дома не было кто-нибудь другой. И соседи. Не дали? Как? Говорят, а вот нет у нас что-то такое, сейчас поищем. И не нашли. Да, вопрос как ГЖИ, там же есть Конституционная комиссия, где тоже порядка 10 человек, замечательных людей. Господин Улитин, вот Центр общественного контроля, в том числе. Еще там ряд известных людей нашего города. Но как это все проходит в ГЖИ, как принимают решение на основе чего? Протоколы поддельны? Ну, тогда и здесь есть тема, где-то нарушена. Подожди, но они же там не графологи, они же не сверяют подписи с образцами на других документах. Плохо. А должны? Ну, в данном случае, если они даже не могут предоставить, даже не могут предоставить вот общий список подписантов, хотя он уже должен быть выложен, он не выложен, выложен только один протокол, где подпись вот этого Владимира, который был якобы, дескать, инициатором, секретарем этого собрания, представителем собрания. Насколько я знаю, Владимир уже написал заявление в МВД прокуратуру. И сейчас будет проверка? Сейчас будет проверка, проверка покажут. Буквально вчера был случай, читал Ленин Томастей, когда в Саратове, в Саратовской области было дело, завели по подобному случаю. Виталий, я прошу прощения. Самое смешное, что компания Вятка Уют, которая взяла дом, то есть хозяин этой компании, ну, официально уже там, официально в списке, в лицензии, формально уже в ней. Поэтому здесь это вопрос. Хозяин этой прощей компании является замдиректором у Калининского района сейчас. Такая вот, какая-то авасия. Какая интересная и хитрая история вообще происходит. У нас немножко по-другому все происходило в доме, где живет моя мама, я об этом говорила. Вот, ну, в этой ситуации у меня вопрос только один. Как людям-то быть? То есть, людям приходят двойные платежки, они вообще не знают, куда идти, за что платить. дозвониться, вот прости, пожалуйста, дозвониться не до одной управляющей компании, ну, практически нереально, дозвониться до госжилуинспекции, тоже не всегда получается. Ножками везде не набегаешься. Ну, слушайте, а деньги-то платить тоже не надо? Нет, деньги платить надо. Кому? Вот вопрос. Кому? А есть еще и обслуживание. Я был на вот этих там людей, в этом доме, на Волково, там было собрание, которое собирало, у Калининского района, которые говорят, ой, да что вы, это все неправильно, то-то-то-то-то. Давайте к нам такие все веселые, говорю, а что-то у вас происходит, объясните. А к ним пошли вопросы, а почему двор не убирается? Вы же убираете, мы. А что плохо убирается? ну, почему работа не выполняется? То есть, они все рады собирать деньги, распихивать их, куда попало. Отчитываться никто не хочет. Хорошо, людям что делать? Я бы не платил. В ситуации тогда двойные квитанции. Я бы не платил. Я бы не платил. Потом насчитают долгов. Потом насчитают долгов. И приставы придут. И приставы придут. Но здесь, если будет факт уголовного преступления, то здесь можно вот как-то отыграть. То есть, можно не платить никому-ни-тому, пока идут разбирательства. Я бы, ну, я бы не платил ни-тому-ни-тому. Я бы вообще за такие услуги, за такое обслуживание не платил бы вообще никогда. Хорошо. Да, Виталий, Виталий, полминуты буквально. Вот ты знаешь какой-то тайный телефон госжилы инспекции, по которому всегда можно дозвонить? Нет. Понятно? Нет. Виталий Брама, общественник, координатор движения «Делай дороги» в нашей студии. Очень важно. Он не знает. Можно выбрать ту правильную компанию из тех каких-то кошмарных правильной компаний, которые бы оказывали услуги. А для этого опять нужен контроль. Без контроля ничего происходить не будет. То есть люди готовы платить ежемесячно, но контролировать сведения не хотят. Поэтому они получают то, что получают. В общем, контроль, контроль, контроль говорит член рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог Виталий Брам. Мы прощаться должны со слушателями. У нас время программы подходит к концу. Я Виталия благодарю, а наушена с вами прощаюсь. До свидания. До свидания, дорогие.